Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино — это лишь развлечение, которое останется в рамках коротких сценок о жизни, и интерес людей к нему быстро пропадет. С тех пор прошло больше ста лет, и за это время много всего изменилось, но только не интерес к кино. Индустрия находится на пике своего развития. Технические достижения поражают воображение, а темы и сюжеты не перестают удивлять. И все же процесс создания кино для обычных людей остается загадкой. О том, как работает киноиндустрия и чем отличается белорусский кинематограф, узнаем сегодня в теме. В студии Радио ЗФМ Алексей Гулицкий. У меня в гостях режиссер, оператор, постановщик Алиса Селищева, а также стилист, парикмахер, художник по гриму Екатерина Тальковская. Задавайте вопросы с помощью мессенджера Телеграм, в поиске пишите слитно, без пробелов, Радио ЗФМ. Или нажимайте на символ Телеграм на сайте radiusfm.by. Алиса, Екатерина, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Хочется начать с частного примера, с вашего фильма, чтобы понять, как все это работает. Расскажите о своем последнем проекте, о чем он, кто играет главные роли. Наш фильм называется The Lesson. На русском это урок. Он о матери-одиночке, которой тяжело воспитывать своего ребенка, свою дочку, которая очень вредная и пытается издеваться над ней, не слушаться. Ну, в общем, все матери проходили этот этап. И мы решили показать эту тему, раскрыть эту тему с комичной стороны, с юмором, с веселой музыкой, для того, чтобы привлечь больше внимания к этой теме, что надо уделять матерям-одиночкам время, помощь, звонить им, чтобы друзья проходили мимо, родители, потому что иначе они могут сойти с ума. И вот наш фильм немножко, он утрирован, конечно, но он показана вот эта веселая часть жизни мамы, как ей сложно иногда справляться со своим ребенком. И фильм был снят частично в Белоруссии, частично в Испании. Совместное производство? Да. А кто играет главные роли в фильме? Главные роли у нас играет Людмила Хитрова и Курима Ураби. Это балерины Белорусского театра Большого. И Наяра Руби и Лола Ринфузер. И Анна Кройтор – это актрисы из Испании. У вас прямо международная команда. Ну, так получилось, что мы сколлаборировались, и не все можно снять здесь, и какие-то хотелось акценты сделать за границей. Например, так как Алиса часто пребывает в Испании, есть такая возможность. Поэтому почему бы не сделать красивые, хорошие кадры для фильма. А есть ли у героев этого фильма прототипы? Да. Ну, один из прототипов – это, собственно, Катя, потому что она сама одна воспитывает ребенка. Да, я мама, которая воспитывает ребенка одна. И я знаю, как это тяжело, и что нужно каждый раз придумывать что-то нового для своего ребенка, чтобы вашему чаду было интересно с вами, все время контролировать свои эмоции. Таким образом мы сами воспитываем себя. Это новый урок также и для нас. Поэтому мы учимся каждый день справляться со своими вопросами, проблемами, и, естественно, находить что-то очень новое и полезное, чтобы вашему чаду было действительно интересно, и он вас слушал. И даже если что-то выходит из-под контроля, вот как мы показываем это в фильме, всегда можем выйти через творчество, например, как вот действительно у нас в нашем уроке. Или где-то теоретически. Ну, обычную теорию дети не хотят слушать, особенно самые-самые маленькие. У меня маленький малыш, поэтому приходится размазывать те же краски, чем-нибудь его завлекать и приводить хорошие примеры. А что было самым сложным в процессе подготовки к съемкам? О, это у нас очень много интересных моментов. Один из самых сложных – это была самая постановка именно костюма. Как такового костюма у нас не было. Мы сделали главную героиню, в данном случае это Людмила Хитрова. Это тот самый образ, который пришлось раскрыть. То есть мы пошли через творческую экспозицию, скажем так. У вас главная героиня – балерина. Да, их у нас две – Курима и Людмила. Так как Людмила, она у нас запечатанный персонаж, образ, который нераскрытый творческий потенциал, и Куриме в кадре пришлось раскрыть этот творческий потенциал. То есть показать, что в каждом из нас заложены секреты, которые, скажем так, наши близкие или друзья, или случайные знакомые помогают раскрыть тот самый творческий потенциал. Скрытый талант наш. Да, скрытый талант. Это было сложно, да, реализовать? Сложно его было показать, как через костюм, через краски и так далее. В данный момент мы запечатали нашу героиню, скажем так, бумажным скотчем. Мы думали, там, через ПВА, там, может быть, это бинты какие-то, сделать мумию. То есть как-то выйдет. В результате мы нашли лоскутки таких маленьких обрывочных бумажек, которые хорошо склеились, и также легко нам надо было, чтобы это расклеить. И получается, при каждом движении основной балерины, если касается нашего персонажа, который закрыт, и каждый лоскуток, когда открывается, она оживает. Она раскрывается. То есть наш секретик начинает открывать нам двери, и дальше наша задача помочь пройти дальше это испытание. Ну, а дальше у нас, получается, в постановке, когда каждого мы раскрываем, некоторые забывают о своих близких, о людях, которые нам помогают, одевают корону, получают звездную, тот звездный час, и считают, что они никому не должны. Да, это правда, вы никому ничего не должны, но остается благодарность. Я считаю, что благодарность... Не будем уже раскрывать подробности сюжета, да, посмотрим все. Какая команда нужна для того, чтобы работать над фильмом? Можете, на вашем примере и в принципе, в среднем? Ну, я бы хотела отдельную благодарность сказать Даниэлю Тарео. Это испанский композитор, который нам создавал музыку для всего фильма, и вообще записывал звук, и создал всю атмосферу вот этой комичности. Вообще для создания фильма нужна большая команда. Вот в плане съемок Белоруссии с этим не было проблем, потому что Катюша, у нее много очень знакомых, много связей, и нам очень много людей помогало. Много людей было задействовано. Помогал Национальный художественный музей, молодежный театр. Много наших знакомых копирировались. В Испании у меня меньше связей, и уже мы создавали испанскую часть меньшим составом. Ну, тоже было хорошо. А вот если о позициях, да, кто нужен? Вот композитор, вы сказали, режиссер, естественно. Да, звукорежиссер, оператор. Очень важен это менеджмент по таймингу, который будет тебя подгонять, чтобы... Даже такое есть. Да, конечно, обязательно, потому что все время сбиваемся. Творческие люди. Человек на хлопушку, кто будет хлопать постоянно, это отдельный человек. Желательно еще бэкстейдж, который будет снимать. Свет обязательно. Осветители, да, это очень важно. Но, в общем, одни из важных людей – это, конечно, звук, потому что половина успеха фильма – это звучание, уже вторая половина – это картинка. Картинку создают, естественно, и художники, и визажисты, и операторы, и осветители. А звук – это... Обычно люди не уделяют достаточно внимания именно звуку. Это очень важно. В Беларуси есть площадки вообще, где можно снимать кино? Локации какие-то, студии? Да, их хватает на самом деле. Но хотелось бы еще больше. Знаете, как всегда, можно найти локации. Сейчас сдаются помещения. Сейчас очень много тех же каворгингов, студий. Но проблема большая в звуках. Не везде есть шумоизоляция. Это очень важно, поэтому даже совет. И, ребята, если вы стоите в фотостудию, в которую вы хотели бы, чтобы записывалось интервью, или какие-то короткометражные сцены, пожалуйста, позаботьтесь о звуке. Это будет здорово. И это всем было полезно. И спрос бы вашей студии гарантирован. У вас совместное производство с Испанией. Насколько сейчас это распространенная практика, чтобы несколько стран работали над одним проектом? Ну, это очень часто сейчас встречается в кинематографе, когда съемки ведутся в нескольких странах. Тем более, часть, которую мы снимали в Беларуси, она была без слов, без текста. Музыкальная часть такая, волшебная. Поэтому часть испанская, она у нас была на испанском языке. У нас в итоге фильм испанский с русскими субтитрами. Но благодаря этому нам удалось пройти на международные кинофестивали. И мы были номинированы на три крупных европейских кинофестиваля. Один это в Солерно, которому 75 лет в этом году исполнилось. То есть он достаточно крупный. Второй это был фестиваль комедии Пульчинелла в Неаполе. И третий Love and Hope в Барселоне. Мы очень горды этим, поздравляем всю нашу команду. И, конечно, очень зависит от того, на каком языке у тебя фильм. Потому что если он, например, на странном языке, то он больше успех получит в тех странах, которые язык этот понимают. Но иногда срабатывает эффект экзотики. Когда, например, те же русскоязычные фильмы воспринимают очень хорошо за границей, потому что для них это ново, это необычно, и им это интересно. А, например, в наших странах он пройдет просто мимо, потому что это наша обыденная жизнь, и никто к этому не присматривается. Давайте, прежде чем уйти на перерыв небольшой, назовите свои любимые моменты в фильме. Мой любимый момент из фильма – это начало фильма. Он музыкальная часть, когда наша героиня приезжает на Майорку, в Испанию. Там такие красочные моменты, и мы быстро через музыку показываем начало. И, естественно, момент с балетом – это мой самый тоже любимый, где наши балерины танцуют. Для меня это каждый момент, он как дыхание. Алиса очень красиво умеет передать настроение героев. Ну и, конечно же, творческое. Мне нравится, где расползаются краски, где момент раскрытия нашей героини, когда каждый лоскуток раскрывается, и происходит движение, я же говорю, каждое дыхание. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. За это время можно задать свои вопросы о кино с помощью мессенджера Telegram. В поиске пишите «Слитно», без пробелов, «Радиус ФМ». или нажимайте на символ Telegram на сайте radiosfm.by. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах. Сегодня в теме говорим о кинематографе. В гостях у «Радиус ФМ» режиссер, оператор, постановщик Алиса Селищева, а также стилист, парикмахер, художник по гриму Екатерина Тальковская. Мы уже говорили о сюжете вашего фильма, о его продвижении, и вы упомянули о фестивале. Насколько вообще полезно участие в фестивалях? Что оно даёт? Ну, вообще, для короткометражного кино это практически только один из возможностей показать свой фильм, потому что короткометражное кино – это некоммерческое. Ты с него не заработаешь никак, его не покупают телеканалы, и единственный выход, где ты его можешь показать людям – это фестивали. И это очень важно – участвовать в кинофестивалях, потому что тогда для чего создаётся проект? для того, чтобы увидели люди. И если ты проходишь на фестивале, это очень сложно, это очень тяжёлый отбор, это надо много сил, много маркетингов вложить в это. И если ты проходишь, тогда, получается, у тебя появляются награды. И эти награды тебе в дальнейшем помогут найти финансирование для уже создания полного метра, потому что полнометражное кино – это намного, естественно, дороже и сложнее создать. И вот фестивали, кинофестивали – это такая стартовая площадка, где ты можешь познакомиться с продюсерами, с инвесторами, которые смогут вложиться в дальнейшем в твой проект. Это как бы ты визитную карточку показываешь, вся команда показывает визитную карточку – и актёры, и композиторы, и режиссёр, и визажист. И в дальнейшем они могут уже быть привлечены на другие, более крупные проекты. То есть идёт обратная сторона, и также с их стороны. Они видят молодые таланты или замечают какие-то определённые фрагменты. Появляется уже имя у вас. Да, и им, например, с обратной стороны идёт отдача хорошая. Но это всё на будущее. А как собрать команду профессионалов, которые согласятся работать, зная, что какого-то коммерческого успеха не планируется? У каждого из нас есть свои идеи, есть свой творческий какой-то потенциал, и всегда хочется реализовывать. Не всегда есть такая возможность, но наши желания, наши надежды, скажем, радужное настроение и хороший действительно сценарий, возможно, в который мы верим. Мы верим в сказки, фэнтези, и всегда хочется поделиться. Мы делимся это с друзьями, с близкими, и хочется, конечно же, донести для других людей. И мы находим профессионалов, которые находятся среди нас, которые мы считаем. Вот ты, Алиса, моя самая, самый такой надёжный, красивый человек, который сможет передать настроение и картинку. Пожалуйста. Нужно совпать с людьми. Пожалуйста, я тебе сейчас расскажу. У меня есть крутая идея. Давай её покажем. И так нужно донести каждому. И передать эту информацию, это настроение, зарядить. И тогда у вас обязательно всё получится. То есть коллаборация – одна из самых лучших, скажем, творческих путей. Коллаборация, объединение. Объединять. Да, объединять каждого. Спрашиваю слушателей, что делать, если уже на съёмке режиссёр понимает, что актёр не подходит на эту роль. Ну или просто какой-то член команды не подходит, не справляется с обязанностью. Вы знаете, мы сталкиваемся каждый раз с определёнными ситуациями. И бывает на площадках действительно… На самой площадке, возможно, нет. Потому что режиссёр чётко видит изначально картинку. У них это как будто врождённое, у стилистов. Поэтому хорошо отбирают заранее костюмы, подбирают макияж, грим, картинку, локацию. То есть это всё прорабатывается заранее. Уже на самой площадке такого не может быть. Но бывают такие форс-мажорные ситуации, когда у наших актёров, может быть, за час, за два что-то происходит, и им срочно нужно покинуть площадку. Ситуации бывают абсолютно разные, непредсказуемые, и к этому нужно обязательно быть готовы. А мнение режиссёра хотелось бы услышать. Да, я хотела дополнить, Катюшу, когда возникают трудности с актёрской игрой на площадке, вот именно задача режиссёра – это помочь актёру раскрыться и дополнить этот образ, если он недостаточен. Или, возможно, в экстренном порядке быстро чуть-чуть поменять его роль, адаптировать под те возможности, которые будут более реально смотреться на экране, и зритель будет верить в эту историю. Самое главное, чтобы зритель верил историю, рассказанную актёром. Если у него не получается, значит, это, возможно, недостаточная работа режиссёра, или можно чуть-чуть адаптировать быстренько сценарий. Вот это если в таких прям ситуациях, когда уже всё снимается, всё идёт. Сейчас кинокритики, киноведы много говорят о волне женского кино. Появляются новые имена женщин-режиссёров. Хлои Джао, Жулия Дюкурно получают награды на международных фестивалях. Замечаете ли вы такие изменения в индустрии? Да, я замечаю такие изменения, особенно когда я отправляла наш фильм на различные кинофестивали. Сейчас появляются много категорий – женское кино, женщина-режиссёр. И ты можешь отправлять свой фильм именно в эту категорию, что даёт тебе больше шансов быть отобранным на кинофестиваль и получить какую-то награду, нежели когда ты вместе со всеми. Я лично придерживаюсь такого мнения, что неважно, кто снимает кино, женщина или мужчина, главное, как история рассказана. Но в данный момент, так как женщин-режиссёров меньше, это помогает немножко получить хоть какую-то огласку твоему фильму, потому что конкуренция в мире кино сейчас очень высокая, потому что стали доступны камеры, стали доступны технологии, и люди снимают и на телефоны фильм, и очень много отправляют. Поэтому прорваться, вот именно даже быть номинированным кинофестиваль – это очень большой труд. Спрашивают также слушатели, чего не хватает белорусскому кино для того, чтобы выйти на международный уровень. Как вы считаете? Может, мы уже на международном уровне? Я считаю, что у нас уже есть фильмы, которые достойные, просто о них не так много говорят. Очень много достойных короткометражных фильмов я видела, которые снимают наши режиссёры. Просто я думаю, что их в основном показывают почему-то за границей, а нежели у нас в стране. Это правда. И про это не слышат. Ну, что я хочу посоветовать нашим режиссёрам – это не останавливаться на этапе, когда ты снял фильм. Потому что его должны увидеть, его надо продвигать. И когда рассчитываешь бюджет для фильма, вот в моём случае, например, большая часть ушла именно на кинофестиваль и на продвижение. Потому что это очень важная часть. Иначе снимаешь кино, оно идёт в стол у тебя, и никто его не видит. Поэтому многие фильмы я видела отличные, гениальные работы, но недостаточно денег на продвижение, и их никто не видит, никто не знает. А сможем ли мы в Беларуси увидеть ваш фильм? Да, мы сможем увидеть его в это воскресенье 23 января в 4 часа. Будет закрытый показ. Обращайтесь лично к нам за информацией. Можно в Инстаграме, в Фейсбуке. Или через радиус ФМ. Или через радиус ФМ. И мы оставим обязательно контакты. Мы оставим контакты, как попасть на наш показ. Мы будем с удовольствием ждать, потому что мы будем рассказывать о том, как происходила съёмка. У нас будет бэкстейдж, обязательно покажем. И будет более подробный отчёт, скажем так. И, конечно же, весёлые истории. Будут присутствовать актёры, непосредственно Людмила Хитрова придёт и будет рассказывать о сложностях процесса. И съёмочная команда тоже будет присутствовать, поэтому будет интересно. В белорусском кино больше художественных фильмов или всё-таки документальных? Военных. Военных. Поэтому тем ярче смотрится ваша работа. Выделяется. Она сейчас, данный фильм, он социальный. То есть конкретно затронутая история. Ну, он социальный, в сказочном оформлении, я бы сказала. Интересно. Ещё с комедийной ноткой такой. Поэтому он такой необычный, в нём много собрано интересных жанров. И он, да, выделяется. Потому что хотелось сделать что-то фантазийное, лёгкое, но затронуть важную тему для размышлений. Он очень красивый и детальный, скажем так. Не хочется говорить о каком-то туманном будущем, но, может, конкретно у вас, как у представителей белорусской киноиндустрии, есть какие-то новые проекты уже? Мы уже снимаем на прошлой неделе. И на этой неделе у нас уже состоялось две смены. Мы начали съёмку нового фильма. И так как у нас снова задействована балерина, в данном случае у нас снова главная героиня Людмила Хитрова исполняет, и Денис Никитик. Поэтому... Да, фильм будет интересный. Такая... Ну, он не совсем комедийный. Он больше в жанре драмы. Но я думаю, что будет очень красиво. Остался только один съёмочный день. Вот. Мы осталось собраться всем и доснять. А так, спасибо всей команде. Все отлично работают. Привносите в белорусское кино новые темы, новые жанры. Да, я буду отправлять его на международные фестивали. Уже готовлю список, куда он поедет. Вот. А Даниэль Торео будет опять писать на музыку и звук создавать. Так что команда у нас отличная. Будем надеяться, что всё пройдёт ещё лучше, чем в этот раз. В любом случае. У нас очень-очень большая команда в этот раз собрана. Прям сильная, сплочённая. И это не может не радовать. Поэтому, ребята, нужно... Вот. Если есть идея, дерзайте и творите. Пожалуйста, не останавливайтесь. Отличное напутствие. О современном кинематографе нам рассказали режиссёр, оператор, постановщик Алиса Селищева, а также стилист, парикмахер, художник по гриму Екатерина Тальковская. Спасибо. Это был проект «В теме». Меня зовут Алексей Гулицкий. И на этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиусфм.бай.